Вот было-то опять, что произошло. Есть что вспомнить, внукам рассказать нечего. Я тебе говорю, что не жизнь, а сплошные приключения. Слушай, скажи мне, пожалуйста, сколько у нас сегодня? Какой-нибудь шестой день круиза уже? Шесть дней мы с тобой беспрестанно хохочем по поводу твоих всех последних свиданий, всех твоих случаев. Почему ты перестала вести рубрику мою самую-самую любимую? На свидание с американцем. Ай, ты знаешь, это очень хороший вопрос. Я вообще же как дом купила, вообще со свиданиями завязала. Вдруг я поняла, что это вообще потеряло всякий смысл. Мне так хорошо дома, мне никуда не охота идти. Все свидания у меня происходят теперь на диване. Ну, ты знаешь, все эти истории, которые я тебе рассказала, я пока тебе их пересказывала, я, во-первых, увидела, насколько это действительно был фан, насколько это было весело. Я поняла, что все сильно поменялось с моих первых сезонов, когда я была такая замученная, испуганная, ничего не знала, ничего не понимала. Ну, представь, после 20 лет замужества вдруг начать ходить на свидания, да еще, блин, в другой стране, да еще чужая культура, да чужой язык. Для меня это был такой стресс. А сейчас оказалось это так весело. Раньше меня очень сильно задевали все эти комментарии. Очень много было недоброжелателей, очень много было всяких наездов. Я же была другим человеком. И свидания у меня были другие, мужчины были другие. А сейчас я понимаю, даже несмотря на то, что прямо сейчас я не хожу по свиданиям. Может быть, знаешь, вот этот последний заход, может быть, даже про него и рассказать, потому что там было столько всего, столько всего, один только этот, чего стоит. А вон тот, а предыдущий, помнишь, я тебе рассказывала. В общем, я, наверное, должна подумать над этим, как это лучше все оформить, в каком виде. Потому что действительно этот сериал был самым популярным на моем канале. И я удивительна сама, при том, что я так и не достигла своей цели. Хотя кто знает, какая моя сейчас цель. Как выяснилось замуж, то я вовсе и не хотела. Хотя я не достигла своей цели, но очень много мне было всяких сообщений и писем о том, что Таня, вау, вы поменяли мою жизнь, глядя на вас. Я решилась, зарегистрировалась и уже два месяца замужем за американцем к нему переехала. Ну, те, кто из-за границы собирался переезжать, и те, кто здесь, девочки взросленькие моего возраста и старше. Ну, то есть это... Сейчас я понимаю, что это не будет просто какой-то стриптиз душевный, как раньше это воспринималось. А действительно познавательный, полезный контент, материал, который может кому-то чего-то умного научить. И теперь же я, знаешь, какая прошаренная, умная, мудрая черепаха. Я теперь не попадаюсь на все эти удочки, на которые попадалась раньше. Ну, есть теперь другие, конечно, удочки, на которые я продолжаю попадаться. Помнишь эту историю про Вегаса, когда я влюбилась до потолка и просто... Всё! Любовь всей моей жизни! Всё! Ваня, я ваша навеки! А потом я перекрасилась в блондинку, и оказалось, что ему нравятся брюнетки. И я перестала быть любовью всей его жизни. Ну, мне интересно просто, вот если бы ты такие вещи смотрела, если бы ты не была моей близкой подругой, не смотрела эти сериалы, этот сериал как... Ну, как будто бы часть моей жизни. Вот если бы кто-то другой был блогер, что бы ты там стала смотреть? Даже несмотря на то, что ты моя подруга, мне было интересно смотреть не только... Потому что главное действующее лицо – это ты. Ну, и, в принципе, мне было интересно устройство вот этих вот сайтов знакомств. Потому что для меня и для большинства девушек, так же, я думаю, которые смотрят, следят за твоей жизнью на твоем канале, сайты знакомств – это что-то неведомое. Кажется, что там какие-то одни уроды, маньяки. И что, в принципе, невозможно кого-то найти себе для того, чтобы провести время. Классно. Вот, и поэтому, когда я смотрела твой сериал под названием «На свидание с американцем», это реально придавало какой-то веры дополнительной, стимулировало тоже. А пойти-ка, может, тоже зарегистрироваться. Ну, потому что это так весело и интересно. Поэтому, хоть ты говоришь, что было много недоброжелателей, да, но я уверена, что гораздо больше было людей, для которых это было очень важным, которым ты помогала, давала особенно твои советы, как себя вести, как разговаривать, что делать. Вот это вот тоже классно, потому что ты же у нас опытная уже девочка. Знаешь, как мужчин соблазнять? Я же опытная. Еще какая опытная. Наверное, мы спросим зрителей этого видео, что они думают по поводу продолжения сериала. Я видела себе такой формат, когда мы берем одну какую-то конкретную тему, например, как отличить фейковый профайл от настоящего, как вычислить манипулятора, как не попасть на человека, который на первое свидание приходит совсем другой, не тот, который запостил фотографии. Как сказать «нет», если тебе не нравится, и сразу уйти со свидания. Что делать с сексом на первом свидании, если очень хочется. Наверное, вот в таком контексте и просто я бы рассказывала о своих историях, о своем опыте. Потому что нам же надо не просто, чтобы мы тут сидели, говорящая голова в кадре, нам же надо причинять добро и наносить пользу, делиться опытом. Как же я обожаю эту мою девочку! Вот видите, вот так с ее легкой руки, сидя за завтраком на балконе, мы взяли и сняли очередное видео, и, кажется, приняли решение возобновить проект на свидание с американцем. Как вы уже слышали из нашего приватного разговора, ничего, конечно, в нем приватного не было. Я как могла постаралась создать очень такую расслабленную атмосферу завтрака на океане. Как вы поняли уже из разговора, я услышала ваши все запросы и рекомендации. Ассистент, не могли бы вы стул из кадра убрать, вот этот зеленый? Спасибо! Я услышала все ваши запросы, очень много об этом пишут, и мне действительно за последнее время есть о чем рассказать, всяких много смешных, дурацких, идиотских, грустных, печальных историй, но они все теперь воспринимаются просто как, ну, типа, вот было-то опять, что произошло, есть что вспомнить, внукам рассказать нечего. Поэтому я предлагаю вам сегодня голосование. Все, кто хочет снова смотреть сериал «На свидание с американцем», нажимаем кнопку «Лайк», пишем в комментариях «Хочу», «Таня, жги», будем смотреть что-нибудь, отмечаемся в комментариях. Если это видео наберет 2000 лайков, то мы обязательно продолжим. Я пока для себя вижу вот такой формат, как я уже рассказала, будем поднимать конкретную тему, я буду рассказывать, что происходило в моем случае и как я из этого вышла. И, конечно же, как обычно, будем делиться в комментариях, мнениями, опытом. Потому что не все девушки одинаково тупые. Не все девушки одинаково неопытные. Есть, конечно, такие, которые уже рождаются мудрыми и знающими, и у них все намного легче получается с мужчинами. И именно они придут к нам в своих белых пальчишках и поделятся опытом, пожурят нас, научат, как надо делать правильно. Так что, друзья мои, опускаемся в комментарии или под это видео, нажимаем кнопку лайк и решаем, будем мы продолжать сериал на свидание с американцем или нет. Также напоминаю вам, что все эти истории дублируются в текстовом формате на Инстаграме. Это я сейчас пообещала, потому что я до этого этого не делала. Но буду, если вы придете. На Инстаграме точно так же мы ежеутренне встречаемся в прямом эфире на Радио Белл. Это формат Инстаграм, позволяющий делаю прямые включения. И я все время общаюсь с моими подписчиками, пока еду утром на работу. Также не забывайте подписаться на мой канал, нажмите кнопку лайк, прокомментируйте, поделитесь моим видео. И далеко не уходите, впереди, как всегда, еще очень много интересного. Пока!